я сегодня когда готовился к этому эфиру пересмотрел наши интервью с владимиром который мы делали на радио медиа метрикс и понял что все что мы говорили она абсолютно реальная также вот своем посте facebook рассказал о том как мы на самом деле впервые с ним познакомились и вот это короткое но очень яркое знакомство с такой невероятно мощной личностью она заставляет тебя становиться лучшей и ты начинаешь думать в процессе знаете может быть вы обратили внимание что вот для меня я в stories когда опубликовал наш сегодняшний эфир рекомендовал его я в шутку назвал владимира человек директор и вот вы не поверите знаете есть разные люди и вот я думаю что володя меня не обижается за это такой вот новый спонтанный такой клише что ли можно сказать о том что владимир это по-настоящему человек директор с большой буквы но давайте начнем потихоньку говорить о том что же такое происходит сегодня в нашем мире я вряд ли кого-то удивлю тем что окружающая нас действительность поменялась на 360 градусов причем в ту сторону в которой никто никогда не могут представить что мы здесь окажемся и сменив парадигму жизни стоит с которой мы жили все это время к той в которой мы оказались сегодня мы готовимся к такому знаете гид прыжку в гиперпространство о чем это вообще я говорю о том что несмотря на то что изменились подходы методы потребления форматы отношений нет возможности зайти кого-то похлопать по плечу а сейчас уже говорю о менеджменте нет возможности собрать совещание быстро и поговорить или пойти там возле кулера попить кофе этого нет но появились другие возможности в любой другой момент человек доступен он с нами на связи мы понимаем что движемся по направлению к созданию системы в которой люди становятся ближе чем когда-либо на самом деле причем в формате видеосвязи ты один на один и тут уже нельзя отсидеться в телефоне или делать что-то другое мы сегодня генерили с росгострах банком технологии как нам быстро включить большинство сотрудников вот в эту новую жизнь как им дать новый импульс а одновременно с этим мы думали о том какова должна быть система управления удаленные людьми все что мы знали это наш прежний опыт и наш прежний опыт опираясь на жизни в прежних кризисах дает нам какой-то фундаментальный но небольшой базис этот кризис совсем другой он необычный и вот надеюсь сегодня в процессе нашей беседы мы постараемся с владимиром докопаться до сути и найти воды те возможности которые будет предоставлять нам этот мир в нашей новой реальности позволяя нам достигать володя привет да роман добрый вечер супер прекрасно у нас с тобой целых 30 минут и мы можем очень активно подгенерить на темы о том каков же должен быть стиль руководителя сегодня в это непростое но я уверен она необычное интересное время будем вспоминать это с огромным удовольствием да у нас очень интересная такая тема личный стиль руководителя потому что от первого лица а я вот всю жизнь работал руководителем последних 29 лет только генеральный директор и собственник зависит во многом успех компании вот как сейчас нужно руководителю до организовать свой личный стиль и роман у меня есть предложение здесь посмотреть под двумя разными углами потому что давай есть первое есть компании из предприятия которая в рамках вот самоизоляции закрыты полностью прекратили работу отправили на на дом значит сотрудников и вот генеральный директор собственник остался один на один сам собой проблемой да проблемой ты правильно сказал отчасти что время вроде бы время интересное но знаешь это время или пан или пропало здесь есть сто процентов роман другой руководитель который сейчас еще управляет компанией потому что решение о закрытии предприятий отдали на откуп губернатором поэтому многие еще работают но вот работают с учетом как я понимаю такого сниженного спроса в основном вот как этому руководителю первому лицу да также организовать свой стиль для того чтобы быть эффективным результативным вот два таких разных наверное аспекта мне думается нужно сейчас взять отлично тогда у нас получается если мы возьмем такую некую прямую на которой с одной стороны в точке ноль будет действующая компания продолжающая работать то крайняя левая точка компании перестала осуществлять свою деятельность например ресторан или еще что-то но есть люди не уволены или отправлены в отпуска и директор и вторая крайняя точка даже у нас получается три точки точка где компания работает люди на удаленке но непонятно что делать давай тогда третью добавим что есть наверное такие компании для которых кризис мать родная где они не просто работают они еще и растут в этот момент ну да есть такие компании потому что я слежу за статистикой в связи с этим где рост но я не буду брать там медицинские учреждения связаны с коронавирусом но оказывается россии резкий всплеск продажи виноводочных изделий беговых дорожек бейсбольных бит презервативов туалетной бумаги вот что еще значит патронов то есть есть отрасли которые не успевают даже производить ту продукцию которая востребована окей с чего начнем вот маленький такой серьезный вопрос скажи вот это неспокойное интересное как ты говоришь все время генеральный директор себя сейчас должен призвать в спецназ чтобы как минимум год поработать больше чем он работал как вчера чем вчера призвать себя в спецназ я думаю что он не только должен мне кажется он из этого спецназа не выходил самого первого дня когда стал генеральным директором но сейчас его позвали на спецоперацию в кабул по захвату дворца так однозначно в спецназ как минимум на год как это сделать как это сделать что это что это вот ты знаешь с точки зрения моего понимания это значит поставить себе настолько амбициозную цель и настолько в нее поверить что сейчас единственным ресурсом который него есть это его трудоспособность и производительность которая должна резко возрасти в единицу времени ага хорошо хорошо тогда давай вот разберем какую амбициозную цель может поставить сейчас тот генеральный директор собственник у которого предприятие закрыто максимально безопасно выйти для бизнеса попытаться продумать каким образом можно трансформировать свой бизнес в онлайне и что делать когда вновь откроется возможность как не потерять активы которые у него были заложенные квартиры кредиты машины и так далее как сохранить персонал в какой-то степени лояльным по отношению к себе как расстаться с людьми так чтобы они не плевались в его сторону например это вот первое что приходит в голову ну да ты ты прав согласен но вот из моего опыта я уже прошел восемь кризисов с девяносто первого года и внутренних и внешних и три предбратнотных состояния сейчас девятый кризис это совсем другой кризис и если мы говорим как прости бизнес вот тем предприятиям которые закрылись мне думается есть нужно как я советую провести так называемый кризис тест кризис тест взять выручку взять маржинальную прибыль выручка минус себестоимость допустим среднюю поток по итогам месяца за прошлый год или по итогам трех месяцев этого года разделить на на двое уменьшить в два раза вот уменьшить в два раза и посмотреть значит насколько он может эти расходы свои которые как правило остаются подогнать под эту доходную которая мизерная часть не может ли вообще да у некоторых же сократились доходы на 50 на 70 на 80 а у некоторых вообще полностью и вот здесь вопрос значит какой у него бюджет какой бюджет я понимаю что у каждого собственника как какая-то подушка безопасности есть поэтому нужно провести вот этот кризис тест взять маржинальную прибыль уменьшить да а потом добавить свою финансовую подушечку которая у него есть и посмотреть по тем расходам которые он сократил который он смог сократить сколько месяца он может прожить таком режиме потому что не факт что 30 апреля нам скажут ребята первого мая да отдыхаем абсолютно не факт на демонстрацию первого мая нет могут и дальше продлить если я тебя правильно понял то первое что нужно сделать человеку который оказался в очень трудной положении конкретно закрытым бизнесом провести срочно финансовый аудит своей вообще своих показателей и понять на что он вообще может рассчитывать срочно порезать расходы срочно срочно то есть если аренда идти к арендатору и говорить так уменьшай в два раза или я ухожу или да или я ухожу или давай значит мораторий на месяц на два на три значит сокращение самая первая статья обычно в компании это фонд фонда плоды труда значит нужно сокращать тех работников которые как я говорил значит якоря которые не не продуктивно работают чтобы резко сокращать фонд резать возможно не всю но частично рекламу посмотреть какие-то еще расходы связаны там с транспортом с обслуживанием обычная антикризисная косткатинг политика жестко жестко резать потому что мне думается может случиться следующее то что коронавирус мы его победим за месяц за два за три мы его победим но потом ляжет проблема следующего кризиса нефть у нас же нефть резко упала бюджет 42 доллара а сейчас то вниз то вверх и все равно то 12 то 24 ну наша нефть юрос поэтому мы не доберем триллионов рублей в бюджет а значит мы не получим и в систему платежеспособность эти деньги поэтому дальше уже то есть того бизнеса который у нас был до 30 марта у нас уже никогда не будет потому что мы все стали как минимум на 25-30 процентов беднее потому что девальвация рубля произошла а у многих же ведь комплектующие поставки продукция многое все евро и доллар поэтому здесь будет сниженный спрос поэтому это точно сейчас жестко порезать порезать бюджет расходный вот правильно николай пишет сначала маску на себя а потом маску на ребенка как самолете говорят да чувствуется да николай часто летает и внимательно слушает прекрасных симпатичных стюардесс окей супер итак первая задача для человека который оказался в ситуации закрытия компании это максимальная чистка расходов а чистка людей в хорошем смысле этого слова лучших оставить на каком-то минимальном окладе отправить в неоплачиваемый отпуск но если ты сейчас не функционируешь твоя задача свести косты я как это говорю кровотечение к нулю то есть закрыть кровотечение но здесь очень важно роман мне кажется не бросать еще своих ключевых клиентов и можно даже на удаленке как-то значит выстроить отношения с ключевыми клиентами может быть или в виде внимания которое ты проявляешь что нас закрыли до 30 апреля как мы откроемся мы я вас проинформирую или какую-то дать значит консультацию понимаете да или может быть на удаленке проводить онлайн обучение по сервисным процессам которые могут на месте там завод я тебе приведу пример очень интересный я хожу к одному парикмахеру и у него есть некий чат так вот не поверишь сегодня написал следующее друзья я прекрасно понимаю что я не смогу с вами встретиться в ближайший месяц но держитесь ухаживайте за волосами используйте хорошие шампуни и это это и есть вот это отношение о чем ты сейчас сказал я сразу это вспомнил ведь это же ноль рублей ноль копеек стоит но зато поддерживает нашу лояльность я сейчас рассказываю и улыбаюсь об этом правильно а что означает в данной ситуации сохранить бизнес это раскладываю все по полочкам точно это это сохранить ядро команды раз второе это сохранить ключевых клиентов два и третье это сохранить ключевых партнеров с одной целью обеспечить минимальный денежный поток минимальный денежный поток поэтому если мы перейдем к стилю руководителя который сейчас работает и управляет предприятием то мне думается да ему тоже сейчас нужно себя призвать спецназ а как минимум на час на два больше работать и и своим клиентам давать преференцию ценовую потому что все сейчас стали бедней и будет каждый просить дальний скидку дай мне скидку вот нужно ключевому клиенту дать эту скидку или расширить спектру сук бесплатных возможно для того чтобы он снова у тебя что-то купил а если рвется ддс в данном случае то может быть продавать что-то и предлагать по себестоимости а на отдельных периодах даже ниже себестоимости для того чтобы рассчитаться или зарплатой или с каким-то очень важным партнером или так далее так далее ты знаешь я здесь вот немножко не очень соглашусь тобой но у нас может быть разные мнения это прекрасно например можно постараться удержать ту же самую маржинальность повысить сервисную составляющую вот через повышение сервиса и дополнительных услуг попытаться удержать ту же самую маржинальность ну вот коллега пишет что мы в ответе за тех кого приручили да коллега я с вами согласен я тоже читал экзупери но вы знаете сокращение непродуктивных сотрудников это антикризисная мера антикризисная мера я когда первый раз обанкротился в девяносто восьмом году когда мы не вышли на рынок а вложили полтора миллиона долларов с партнерами и обанкротились в августе то я сократил почти всех сотрудников а что делать шесть охранников и главный инженер который обслуживал наш весь комплекс который мы производственные построили а когда пришел допустим поэтому если вы не вышли до точки безубыточности или только ее прошли но у вас не хватает самом деле денежного потока лучше всех уволить и переждать месяц 234 56 мы знаем сколько сохранить финансовую подушку а потом снова стартануть а вот второй мой пример 2008 год это сентябрь октябрь я уволил там каждого пятого 20 процентов почему а если бы я это не сделал то у меня фонда платы труда составлял в месяц до миллиона долларов а из них постоянная часть 500 тысяч долларов можете представить да поэтому увольнение непродуктивных якорей и тот кто тормозит это антикризисная мера здесь нужно бороться за живучесть своей компании оставив ядро в виде управленцев и в виде ценных специалистов абсолютно с тобой согласен просто даже вообще вопросов нет знаешь я помню мы когда приобрели банк у нас была возможность необходимость мы понимали что у нас есть вот ну не мы не можем тянуть весь банк на себе я с каждым лично говорил человеком для того чтобы объяснить что мы не можем многих после того как мы поднялись мы взяли обратно но те люди которые начали нам как бы вставлять палки в колеса конечно мы с ними попрощались уже навсегда а да вот и вспомнил свой предыдущий опыт мне вот евгений задает да спасибо евгений ваше видение на последствия кризиса вот в автобизнесе жень ну что могу сказать первое мы все немножко обедняли стали чуть-чуть чуть-чуть наш бюджет немножко снова стал меньше поэтому конечно и автомобилей будет покупаться меньше евро вырос доллары выросли цены на автомобиле тоже будут как черепашими темпами расти 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 но здесь снова на какой сегмент вы рассчитываете то есть вот сейчас рубль обесценился почти на 30 процентов и во всех автосалонах mercedes bmw audi lexus porsche дорогие автомобили сразу все вымели почему а потому что этот сегмент у этих потребителей как я понимаю подушка безопасности в долларах и в евро они быстро посчитали и по старым рублевым ценам быстренько автомобильщик себе и приобрели а те которые но вот хотели приобрести автомобиль там за 800 за миллион за миллион триста может быть за два те наверно будут считать денежки и возможно уйдут на вторичный рынок поэтому вторичный рынок будет расти я тебе еще добавлю один интересный момент наверно ты сам это обратил внимание что меняется вообще потребительская модель владения автомобилем многие уходят от момента владения автомобилем к аренде ясно роман давай мы все-таки руководителях вот снова давай давай не все руководители умеют увольнять это психологически может быть сложно да совершенно верно а теперь я знаю роман у вас вы очень глубоко в эмоциональном интеллекте вот да это ваши темы это ваши конек и в самом деле это очень важное качество ну так как увольнять жестко или приглашать и начинать разговаривать понимать человека входить в обсуждение в его ситуацию есть два подхода как всегда да смотри с точки зрения если вы приняли решение что увольнять нужно для себя внутри нужно определить следующее какую сумму компенсации вы готовы выплатить у вас должна должен быть ответ на этот вопрос второе с какого периода и третье по какому по какому сценарию вы волняете либо это соглашение расторжение договора либо это увольнение по заявлению как только у вас эти три момента есть вам необходимо вызывать человека и говорить ему абсолютно честно и правду никаким образом не связываясь с его личностью а только лишь его профессии которые здесь мы никогда при увольнении не говорим про человека плохо или о его личных сторонах жизни мы говорим о профессии о той должности которым замечать занимает и о влиянии данной должности и результатов труда этой должности в целом на результат компании честность откровенность ответы на три вопроса сколько вы получите когда вы уходите по какой схеме решение принято однозначно обсуждение не подлежит да роман полностью полностью согласен я это делал всегда один на один я сама объем конечно конечно да последнее увольнение тогда это два оклада обязательно да и я еще говорил аргументы почему почему именно он и здесь приводил только ключевые показатели потому что я свою компанию все цифровал у меня все работали по ключевым показателям я говорю смотри ты последних два месяца план не выполнил поэтому извини мы с тобой будем расставаться давай договоримся как два оклада ты получишь и вот здесь правильно да принять решение и прямо в глаза потому что справедливость очень важна и честность не надо кому-то честность и открытость да честность вот справедливость ценят хотя она бывает жесткая жесткая бывает но справедливость согласен с тобой абсолютно хорошо так ну что движемся дальше у того руководителя у которого бизнес продолжает идти и сотрудники работают на удаленке какой стиль управления нужно выбрать какой стиль а вот здесь эмоциональный интеллект наверное нужно включать где в чате в звонке правильно вот вот именно в общении здесь даже общение сейчас требуется больше потому что у всех же разные жизненные и жилищные условия верно понятно здесь нужно четко цифровать проставить план на месяц на неделю на каждый день план факт каждый день 18 там ли в 20 0 подводить больше контроля и также здесь нужно эмоции включать вот допустим сегодня пятница нужно я считаю позвонить и лучшего поблагодарить в чате верно при всех при всех совершенно верно собрать в чате группу там продавцу управленцев и отметить лучшего за неделю за пятницу чтобы внести вот это вот хороший позитив потому что все сейчас ну как говорят из каждого утюга пандомия 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 и она все у нас расширяется 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 а вот позитив и нацеливать всех на результат на результат слушай илона спрашивает как быть стартапу когда сотрудники стали непозволительной роскошью на увольнение каждого затянет период восстановления если какой-то у тебя рецепт как поступить здесь ой вот стартап это сейчас очень сложный период очень сложный период вот я когда организовывал стартап девяносто восьмом году и мы обанкротились я еще раз повторю я всех сократил или двух тысяч на восьмой год вот можете представить мы строили три новых предприятия уже стали его их внутри это отделочные работы и кажется еще немножко денежек вложить профинансируй и три предприятия начнут тебе давать денежный поток а тут октябрь-ноябрь 2008 года и вот мы резко все морозим и все и ничего не продолжаем ни одной стройки потому что не знаем что завтра будет поэтому стартапом я бы я бы все-таки порекомендовал сейчас замереть замереть да и подождать месяц два три четыре иначе можете потерять все деньги а если все-таки вы выходите то как минимум должен быть бизнес-план и я всем рекомендую хотя бы иметь два параметра то есть вы выходите с каким-то новым продуктом новой услугой вы стартап нафиг меряйте себе значит два отрезка первый что я восемь допустим месяцев 10 или полтора года работают по такому бизнес-плану да и выхожу допустим за 8 там 10 15 или 4 месяца там в ноль в ноль и на это я инвестирую там 100 тысяч миллион 10 миллионов вот если вы период этот прошли инвестировали эту сумму и ваш бизнес-план идет нормально допустим вышли в ноль тогда дальше инвестируйте развивайте если вы прошли этот период временной который себе задали деньги все инвестировали а отдачи той должной на которую вы рассчитывали не получили закрывайте списывайте убытки и не идите дальше потому что я видел десятки десятки стартаперов которые делают что он миллион вложил не вышел до точку безубытности он думает сейчас еще 500 тысяч и у меня все получится он вкладывает еще 500 тысяч потом еще 300 потом еще продает машину потом продают квартиру и к сожалению разоряются если не полетела в начале то небольшие шансы что полетит в дальнейшем но каждый решает сам спасибо тебе огромное смотри время летит и с тобой можно разговаривать бесконечно долго ты настолько интересный собеседник поэтому я бы хотел тебя попросить независимости от кризиса вот опираясь на твой опыт будучи человеком директором дай пожалуйста наверно каких-нибудь топ 10 инструментов управления вне зависимости от кризиса которые точно однозначно помогут любому руководителю быть эффективным первое это личный пример что на удаленке что в реальном бизнесе это первое личный пример есть руководите предприятием сейчас закрываете кабинет уходите на пол и начинайте вот такое сложное время ручное управление не то что из операционки выходить а ручное управление ручное управление третье хотели бы не хотели значит мы уже не будем такой такой страной такого рынка как было до 30 марта сокращение сотрудников это правильная антикризисная мера антипраздник четвертое у вас должно быть три документа на столе первый документ панель управления по которой вы управляете своим предприятием панель управления второй документ что туда должно входить панель управления выходят все ключевые показатели в области финансов финансов и отношения с клиентом бизнес-процессов и в области отношений развития сотрудников вот таких четыре направления второй документ это бюджет бюджет доходов и расходов ежедневный нет ну во первых его нужно было переделать на апрель месяц потом нужно переделать на май месяц потому что сейчас уже бюджет совсем другой должен быть третий документ движение денежных средств которые нужно контролировать каждый день и поступление и каждую статью расходную спрашивайте всех за почему мы должны это заплатить почему мы лично подписывать да совершенно верно далее контроль дебиторской задолженности и просрочной дебиторской задолженности если она у вас есть следующий контроль вопрос заморозьте все инвестиции хотя бы временно только если у вас доходы сейчас резко выросли тогда наверное нет а если они замерли или упали заморозьте и маленькие инвестиции и большие следующий пересмотрите свой семейный бюджет семейный бюджет ну я могу это об этом долго говорить здесь роман у меня будет 9 апреля в 19.30 бесплатный вебинар антикризисные удары 9 апреля значит 19.30 бесплатный вебинар антикризисные шаги антикризисные меры поэтому пожалуйста приходите расскажу и дам больше инструментов роман а теперь вы скажите как вы считаете нужно поступить смотри мы с тобой проговорили про три основных направления вот точка безубыточ когда все плохо здесь полностью согласен когда у тебя удаленные сотрудники здесь очень важно я полностью опять же тебя поддерживаю могу сказать что единственное и самое главное что необходимо человеку на удаленке это внимание потому что если ты и пусть не путают наши слушатели внимание и контроль вот помнишь говорил даже там утром вечером ведь утром вечером это по сути такие короткие скрам митинги когда ты не просто даешь человеку ты не просто ему звонить чтобы проконтролировать трусах он там ходит по квартире почесывая репу или он сидит работать нет ты просто даешь ему внимание и ориентируешь на работу заряд энергии заряд энергии все верно ты наверное видел эти комиксы которые ходят сейчас в ватсапе где мама сидит работает а дети связанные лежат приклеенные к полу это абсолютная реальность не у всех есть квартиры по 200 квадратных метров да большинстве людей мы живем в обычном в обычных жилищных условиях и в какой-то момент мы оказались вдруг все вместе муж женой дети и может быть еще даже родители никто никогда не думал что в один прекрасный момент дети будут изучать музыку балет там школу по компьютеру они во многих семьях есть три-четыре компьютера возможно это один и это еще надо человеку каким-то образом умудриться с этим поработать поэтому здесь очень важно самодисциплина вот что я делаю каждое утро я уже много лет как и ты мы с тобой такие как бы фрилансеры и для нас это в принципе обычно одеваешься утром умываешься и одеваешься как будто на работу и садишься за свой рабочий кабинет за стул начинаешь работать именно вот это вот желание снова зайти в эту форму оно тебя дисциплинирует так вот поэтому мы сейчас с тобой даже эфир ведем в белых рубашках в белых рубашках видишь да да мало того у тебя точно также должен быть кофе-брейк обеденный перерыв и в шесть часов работа должна заканчиваться нет 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 не в шесть часов уже не в шесть если у себя в спецназ то это и семь и восемь и девять это понятно да я имею ввиду что должны быть четкие четкий режим дня но при всем при этом мы же сейчас не просто сидим от того что мы хотим мы же боремся у нас идет две два фронта борьбы один за результат а второй за жизнь и для того чтобы бороться за жизнь нужен режим дня правильное питание и полноценный сон спецназ спецназом но если ты умрешь от того что твой иммунитет не справится с вирусом от этого тоже пользы не будет нужен во всем нужен разумный баланс так это тоже есть личный стиль как уметь правильно подзаряжать свои батарейки батарейки вот супер дай хотя бы парочку советов у меня настроение какое-то такое вот я беру допустим ставлю свою любимую вещь хотел калифорния иглс и слушаю я уже не знаю какой тысячный раз и сразу представляю как я в лос-анджелесе видя этот своими глазами отель калифорния то есть мне это вот сразу дает какой-то всплеск энергии вот это нужно тоже уметь собой управлять абсолютно точно спасибо тебе большое мне кажется мы сегодня очень эффективно и поговорили роман я тоже хочу тебе поблагодарить спасибо за приглашение спасибо коллеги за ваши вопросы спасибо что вы нас нас слушали вот заходите в блог романа читайте мой блог вот мы открыты мы бы хотели чтобы вы прошли этот кризис успешно усилились усилились и построили себе достойную многогранную счастливую жизнь давай я быстренько подведу итоги всего того о чем мы говорили а ты еще что-то добавишь и так мы сегодня с владимиром рассматривали следующий отрезок первый точка ноль где компания работает сотрудники до удаленки крайне левый участок где директор есть а у бизнеса уже нет он остался один на один и третий участок это когда все идет нормально и работы что нужно делать директору в крайне левом участке первое сократить расходы второе сократить ядро компании третье сократить клиентов и ключевых партнеров это все поможет ему спасти свою жизнь если переходим сюда если компания работает и люди на удаленке главное это дать им внимание и импульс энергии заряжая себя заряжаешь других и когда компания работает хорошо тебе необходимо помнить неважно ты стартап или еще что-то о финансовой составляющей компании в первую очередь созданы для зарабатывания денег то есть точка безубыточности всегда должна быть пройдена и 10 твоих самых важных инструментов для руководителя личный пример ручное управление сокращение сотрудника как антикризисная мера панель управления состоящие с финансы клиенты бизнес-процессы и люди бюджет расходов дебиторка инвестиции и самое главное не забыть про себя про человека обратиться внутрь себя найти свои собственные батарейки управлять своей семьей так чтобы ты в ней испытывал комфорт и закрутить семейный бюджет по возможности настолько чтобы тебя это не никаким образом не тревожил но семья была в порядке и связи с этим отлично ты хорошо подвел и там маленький но очень важный инструмент упустил и в семье и в бизнесе это движение денежных средств доход контролировать каждый день и утром и вечером вот это обязательно каждый день каждый день вот на этой прекрасной ноте мы закончим с тобой чтобы каждый день каждый из нас знал сколько у него денег на всех расчетных счетах спасибо тебе большое пока роман рад был слышать до встречи дружище хороших выходных друзья хороших выходных всем ух ну что это был фантастический энергетический эфир где мы с владимиром проговорили о важных очень важных моментах связан с тем а что делать сегодня мы будем продолжать я буду продолжать это делиться с вами своими наработками приглашать интересных экспертов наша с вами цель сегодня научиться управлять собой и научиться управлять нашими сотрудниками в новых ситуациях чтобы научиться управлять собой в первую очередь нужно разобраться со своими ценностями со своими целями и со своими задачами и самодисциплиной самодисциплина отвечает на все вопросы. Если нам удастся на себя поставить в рамки эффективной работы и, как сказал Владимир, сдать себя в спецназ, все будет хорошо. Соответственно, с точки зрения наших сотрудников, передать им эмоциональный запас, заряд энергии, потребность в том, что они нам нужны, в том, что то, что мы делаем, и деятельность компании продолжать нужно для того, чтобы двигаться вперед, достигая нашей цели. Друзья мои, берегите себя, мы живем в это непростое время, и надеюсь, до встречи в оффлайне, когда бы это ни произошло. А сейчас мы будем делать все возможное для того, чтобы в онлайне работать и достигать поставленных целей. Всем прекрасного вечера, любви вам, здоровья, берегите себя и своих близких. Пока.